Доброе утро! Просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся! С вами утренний канал на телеканале Катунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню! Сегодня мы в парк отеля Алтай Грин готовим вкусный и полезный завтрак вместе с шеф-поваром Юлией Камневой. Мы продолжаем. Юлия, и вновь доброго утра! У нас был 10-минутный перерыв, но мы готовы. Мы прям горим такой работой и продолжим дальше. У нас рецепт номер два. Мы готовим мусс из лосося. Что делаем? Берем филе форели, отрезаем небольшой кусок. Но филе форели у нас не просто так. Оно у нас было замариновано. Замариновано. В чем и как? Я отправляю в блендер? Да, отправляю в блендер. Что там было? Как мариновали? Морская соль, смесь перцев, две столовые ложки цедры, апельсина и сок апельсина. Буквально из половинки? Да. Два часа маринуем в холодильник? Два часа маринуем. Кусочек форели маринованной отправляем в чашу блендера. Туда же что еще мы отправляем? Отправляем плавленый сыр, который можно приобрести в любом магазине. Обычно сливочный? Да, обычно сливочный. Две ложки? Плавленный. Давайте две. Раз и два. Отправили. Так, ушли туда. Что еще? И немного зелени. Какой? Вот у нас ее много. Какую желаете? Одного вкуса? Какую больше предпочитаете? Я хочу базилика. Базилика, как коза, готова есть бесконечно. Пару листиков, три листика, больше сколько? Ну, давайте три, наверное. Три? Вот так достаточно. Закрываем. Нажимаем? Все измельчаем. Это будет какой-то такой сливочный сыр. Знаете, как раньше делали? Рыбное масло. То есть мы брали какую-то селезку, какие-то шпроты, мельчили их вместе с сливочным маслом, такая намазка манкина или бабушкина советская. Ну, делали же такую. Ну, да, да. У нас вот есть в рыбке немного сока апельсина. Давайте немножечко добавим еще и в блендер. Так, чтобы нас есть немножечко. И так, давим прям чуть-чуть. Есть. И до конца красота. Такой магнитик, бац, он сам дальше крутится. Это для того, чтобы немного чувствовался цитрус в нашем муссе. Кисленько так будет, даже сладенько. Потому что это не лимон, не такие апельсины. Можно даже не апельсин, а добавить сок лимона. Или лайма. Для ванильки. Или лайма, да. Мы дожидаемся буквально еще минутку-полторы, и наш мусс будет готов для того, чтобы разложить его в такие вот чудесные баночки. А пока на утреннем канале еще одна рубрика. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шлягин. Я врач-диетолог. Только представьте, в этом супермаркете находится около десятка новых продуктов, о которых вы, возможно, слышали, но не знаете, что с ними делать. Нет, это не еда космонавтов. Это вполне обычные продукты, которые можно легко приготовить. Сегодня я расскажу вам все о том, что полезно, как выбрать и зачем нам нужны эти новые старые продукты. С момента, когда племена американских индейцев стали поклоняться богу кукурузы, прошло более 7 тысяч лет. На настоящий момент времени, кроме початков кукурузы, на нашем столе можно увидеть большое количество блюд, приготовленных из этого растения. Одним из них является кукурузная крупа. Впечатляет и витаминный ряд, которым богата эта крупа. Это практически все витамины группы В, фолиевая, пантатеновая кислота, тиамин, рибофлавин, а также большое количество микроэлементов, около 20, которые готовы послужить вашему организму, если каша окажется на вашем столе. Благодаря содержанию клетчатки кукурузная каша хорошо очищает желудочно-кишечный тракт, помогая выводить из него лишние токсины и холестерин. А включив в рацион кукурузную кашу пару раз в неделю, вы повысите свой иммунитет. Продукт этот рекомендуют и для детского питания, поскольку каша из кукурузы редко вызывает аллергию. К тому же она очень питательна и хорошо усваивается. Готовить полезную кашу тоже нужно уметь. Крупу предварительно промывают и опускают в кипящее молоко. Каша готовится около 10 минут. Чтобы она была повкуснее, в нее добавляют немного меда, ягод и также сухопруктов. Обойдется такая упаковка от 30 до 40 рублей. И хватит вам ее на несколько порций. Питайтесь правильно и будьте здоровы! А мы продолжаем. У нас готов мост. Ну, пока мы еще его не видим. Так, видите, есть черный ящик в этом. Что, где, когда? Что же у нас в черном ящике? А там у нас вкусная, ароматная вот такая вот штучка. Но пока ее еще не видно. А Юлинка сейчас наша, Юлия Камнева, шеф-повар парк-отеля Алтая Грин выложит все в чудесные банки. Знаете, как для маринада и в погреб. И до следующей весны. Ну, понятно, что такую историю. Но мы храним, ну, не больше двух или там трех дней. Есть плавленый сыр, послужит таким консервантом. Рыбка у нас промаринована. Ну, можно один, два, три дня похоронить в холодильнике. И такую намазку чудесную использовать для своего завтрака. Вкусно. И подаем таких вот бруссиков. Герой сегодняшнего дня. Так, у нас уже есть две бруски. У нас есть уже мусс из лосося. Лосося. С сливочным плавленым сыром. С соком апельсина. И все? И главное, чтобы... И зелень. Да, у нас там три листика. Базилика. Все взбивается блендером. Юлька, да, отпуск. В октябре. Такую красоту здесь пропустите, Юленька. Представьте, все в золоте. Вы на пляже. Прекрасно. Куда планируете поехать? С семьей, без семьи. Одна. Уйти в горы. Они вот прям буквально рукой подать. Что планируете? Можно рассказать? Конечно, не загадывая. Наверное, съездим в горный Алтай. Отдохнуть, да? Отсохнуть. Так. А дочка, сын, какая-нибудь школа грозит уже в этом году или нет? Нет, у нас маленькая дочь, ей 4 года. Как звать? Даша. 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 Мама сегодня с утра пораньше не спит. Привет. Доброго утра. Готовит много-много чего вкусного. Ну и в принципе, я думаю, в скором будущем такую же штучку я точно приготовлю дома. Кто-нибудь из того, кто сегодня смотрит наш эфир, ну и советуем всей нашей съемочной команде, вам в том числе, Юленька, приготовить такую же себя дома, накормить Дашеньку с утра. Итак, у нас еще один рецепт. Мы должны приготовить и поделиться всеми-всеми-всеми секретами огуречного домашнего лимонада, а сделаем это буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Думаете, как бы использовать пластиковые бутылки? У нас есть пара идей. Коробочка-яблочко – отличная идея для хранения нужных мелочей. Нам понадобятся две одинаковые бутылки. Снимаем этикетку и разрезаем. Будем использовать только нижние части. Корректируем форму ножницами. Соединяем оба донышка. Губкой и акрилом окрашиваем в темно-красный цвет. Из коричневого фетра вырезаем веточку, а из зеленого – листочек. Приклеиваем универсальным клеем ветку и листик. Получилось превосходное стилизованное яблоко. В него можно положить конфетки или полезные мелочи. И еще одна идея. Остались горлышки от бутылок от предыдущих поделок? Не стоит их выбрасывать. Из них получится чудесный маленький подсвечник. Для начала подбираем два верха с одинаковыми горлышками. Окрашиваем в любимый цвет. Мы взяли смесь голубого акрила и белил. Заготовки полностью окрашены. Можно скреплять. Наносим универсальный клей по самому краю горлышка. Аккуратно скрепляем обе части. Осталось вставить свечу, чтобы создать атмосферу тепла и уюта. Еще больше поделок смотрите в следующих выпусках утреннего канала. А мы не спим, мы просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся. Сегодня на утреннем канале еще парочка вкусных, а главное, полезных рецептов. Мы в парк отеле Алтай Грин. А все секреты от шеф-повара Юрия Камневой. И мы продолжим. У нас рецепт номер три. Мы готовим нам напиток. К счастью, а может быть даже к сожалению, безалкогольный. Что у нас? У нас лимонад огуречный в нашу миску блендера. Что мы сейчас отправим? Мы берем два вот таких вот огурца. Не малосольные? Нет, свежие. Это только рыбу мы сегодня маринуали, солили. Режем их вот на такие вот дольки. Чтобы легче было блендер справиться уже с ними, когда будет мельче. И отправляем в блендер. У нас сегодня литр лимонада получится. Да, ну примерно где-то так. Значит, на литр лимонада мы берем два средних огурчика. Мельчим их на шайбочке. Отправляем в чашку. Что дальше? Лена, будьте добры, две веточки мяты. Буду добра. Сегодня я в прекрасном расположении духа. Не дерусь. Так, такая мята интересная. Такое ощущение, что вы сами здесь растите. Совершенно верно. Да? Да. Алтайская мята? Да, да, да. Никакого магазина? Нет. Оборвать ее сюда? Нет, прям уже сюда, да. Красота. Что еще? Затем добавляем мед. Я пока мед хочу попробовать. Если кто не любит мед, можно добавить сахар. А лучше любим мед. Итак, отправляем, закрываем и включаем. Ждем какое-то время. Есть у нас здесь интересная вода. Как выяснилось, как выяснилось, буквально в паре километров располагается источник артезианской воды, которую добывают и разливают по таким бутылкам. То есть вот Алтай Грин, санаторий Алтай Вест имеет непосредственное отношение к производству чистой, полезной, экологически чистой минеральной воды. Красота. Да, вот на ее основе мы сегодня будем готовить домашний огуречный лимонад. Можно посмотреть? Давайте посмотрим, что у нас там. Так. Стоп-машина. Там у нас вот так. Давайте немного добавим минеральной воды. Так, она у нас, есть совет, газированная, сильно газированная для того, чтобы подольше пузырьки искрящиеся были в нашем уже после графини. Как можно дольше, дольше он был у нас игристым. И опять отправляем. Получится? Давайте, Юленька. Сейчас мы приготовим нечто волшебное. Был у нас классический лимонный, было вкусно. А вот сегодня мы протестируем, приготовим классический огуречный лимонад. Видите? У нас, смотрите, смузи только получился. Овощной супчик. Зальем всю водой буквально через мгновение. Оставайтесь с нами. Экономим воду. Возможно, любители подолгу нежиться в ванне будут огорчены. В среднем процедура принятия душа расходует меньше воды, чем прием обычной ванны. Но есть и обратная сторона медали. Те, кто утром в надежде проснуться подолгу стоит в душе, об экономии воды, впрочем, также не думают. Попробуйте изменить свою привычку. Выпейте, к примеру, перед душем чашечку кофе, чтобы разбудить свой организм. И помните, чем меньше времени вы провели в условиях обильной влаги и пара, тем легче будет чувствовать себя ваша кожа. И еще, на заметку хозяйкам, из неисправного крана за год может накапать до 7 тысяч литров воды. А протекающий бачок унитаза способен потерять до 16 тысяч литров в год. Так что плохо функционирующая сантехника бьет не только по нервам и карману, но и не лучшим образом отражает цена мировой экологии. А мы продолжаем. За яркими впечатлениями и приключениями приглашаем всех в парк отеля «Атай Грин». Юля, что мы делаем дальше? Я напоминаю наш завтрак. Готовим с шеф-поваром Юлей Камневой. У нас готов наш суп овощной, который скоро превратится в лимонад. Что там у нас по этапам готовки? Будем заливать? Будем заливать сейчас вот эту консистенцию еще водой, которая добывается буквально в паре километров от парк отеля. Чистое, артезианское, насыщенное газиками, чтобы наш лимонад был, ну не отличие от магазинового, единственное, единственное и главное отличие от пользы. Красный парк. Что еще сюда мы можем добавить? Добавляем несколько ломтиков свежего огурца. Добавляйте. То есть таким напитком представьте, сохраняем только мяту и огурчик. Перечная мята и огурец начать свой день. Как вариант, то есть непонятно, что кто-то через пару часов отправится на работу. Елена, подайте несколько леточек мяты. Такую штучку можем залить в какую-нибудь бутылку переносную, да, и уложить с собой, и унести на работу еще плюсом ко всему. А если захочется кислинки, можем туда дольку лимона выдавить. Размешиваем. Так, красота. И получается у нас вот такой домашний лимонад из огурца. Если кому-то очень жарко, ну прям очень-очень жарко, мы берем из холодильника формочку со льдом. Вот туда весь его выдавливаем, получаем супер ледяной такой бодрящий-бодрящий лимонад. А с этим льдом мы делаем еще вот что. Какими-то барбозами. К лицу минимум расширенных пор, потому что у нас есть блока красоте, и мы там вот в летний период делимся всеми-всеми-всеми-всеми секретами. Итак, у нас на сегодня готов готовый брускет, у нас готов мусс из лосося, у нас готов домашний лимонад. А вот сейчас мы, Юля, давайте подумаем, как это мы сейчас все вместе соберем, заодно расскажем, что мы сделали за сегодня, засервируем, и расскажем, что мы будем готовить завтра. Потому что это только начало вкусной эпопеи, здесь у вас в Алтае Грин. Итак, сейчас на утреннем канале модный прогноз, после которого рецепт дня и рецепт того, что будем готовить завтра. Оставайтесь с нами. Больше ритма, больше движений, больше свободы. В этом году откажитесь от обтягивающих вещей, стесняющих движения. Смело примеряйте легкий, волнующий душу крой. Начнем с главного. Брюки-кюлоты этим летом утратили былую строгость. Теперь дизайнеры шьют их из удобного денима. Причем они настолько широкие, что издалека могут показаться даже юбкой. Последние капли строгости улетучились, когда на поясе появился игривый поясок, который можно завязать бантом. К таким брюкам подбираем элегантную блузу. Загар футболиста в этом сезоне не в почете, поэтому верх без рукавов. И здесь нам не понадобятся аксессуары. Их отлично заменяет воротник стойка а-ля жабо и пуговички на спине. Для такого игривого образа прекрасно подойдет рюкзак и стальной браслет. Сдержанно, тонко и элегантно. Завершаем образ удобными белыми кедами. Заменить их можно на всеми любимые конверсы и идти гулять хоть до рассвета. И вновь доброго утра, с вами Утренний канал. Мы продолжаем делиться секретами суперполезных завтраков. И сегодня у нас такой рыбный день. У нас сегодня брускеты с лососем. Что мы еще сегодня, Юля, готовили? Мусс из лососем. И венчали все это дело с суперполезным домашним лимонадом, изготовленным из свежего огурчика. Ну а на сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита. До завтра. Всего хорошего, до завтра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»